всем привет и в этом видео я бы хотел показать как делать ragdoll для начала хочу сказать зачем нам делать ragdoll ragdoll обычно делается когда мы хотим показать смерть персонажа что персонаж падает и чтобы это выглядело естественно есть техника например использовать анимацию но в чем проблема такой техники мы действительно можем иногда задействовать анимацию смерти проблема наступает тогда когда мы например подходим к границам каких-то объектов и мы можем например в анимации это не учесть и провалиться через объекты то есть анимация у нас не учитывает столкновение с другими какими-то объектами то есть это будет не очень круто а ragdoll он отключает у нас скажем взаимодействие скелета с персонажем и включает физику то есть физика она обрабатывается естественно поэтому скажем столкновение с такими объектами у нас выглядит естественно и мы не проваливаемся через текстуры окей что нам нужно сделать для ragdoll давайте посмотрим мы можем взять и нажать 3d object ragdoll то есть мы создаем ragdoll у нас появляется такая панелька и здесь у нас есть кости которые мы можем перетащить для создания ragdoll так я выбрал вот вот этого персонажа посмотрим у нее есть такой компонент как armature обычно помещают когда создает персонаж какой-то компонент в котором есть главные кости они скажем наследуются друг от друга и так далее например hips это скажем тазовые кости сейчас в данном случае они как бы root то есть как бы центральной на которых все держится и у нас здесь есть pelvis это одно и то же таз и hips поэтому мы pelvis помещаем сюда дальше есть основные кости вот это колено это бедро это стопа давайте найдем у нас есть left leg дальше просто left leg left up leg left leg и left foot я думаю идеально подходит берем left up leg это в лэппи left hips дальше left не просто left leg и left foot мы foot отлично то же самое с правым делаем right up просто right и right foot далее left arm у нас есть здесь и спайн спайн позвоночник в данном случае у нас теперь от позвоночника идет все к рукам то есть у нас есть то же самое что с ногами здесь left shoulder left arm и left forearm я думаю идеально подходит у нас здесь left arm left elbow локоть и right arm right elbow поэтому шелдер мы не будем брать мы скорее всего так на посмотреть до шелдер мы не будем брать мы возьмем left arm и for arm возьмем left elbow то же самое с right right arm right arm или right elbow далее middle spine у нас здесь есть спайн 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 1 спайн 2 мы возьмем что-то посередине попробуем спайн так и head у нас есть neck шея и head также иногда добавляют top head но это в зависимости от того что вам нужно я думаю идеально сюда поместить head и далее возьмем для более естественного отображения физики настроим массу ну примерно килограмм там не знаю 70 или 60 окей и нажимаем create что у нас теперь случилось теперь мы можем выбрать нашего персонажа и мы посмотрим что у нас создались такие коллайдеры капсульная то есть на каждую конечность которую мы указали примерно создались примерные коллайдеры если мы сейчас запустим игру я не знаю как она сейчас будет себя вести но сейчас посмотрим она будет не совсем естественно но более-менее естественно падать то есть если нам нужно просто для создания рэгдолла вот вот такое поведение вот сейчас она не очень естественное и так далее вот то есть если нам нужно это для создания персонажа смерти то уже мы все идеально настроили если нам нужно для более чего-то разного есть разные техники использования рэгдолла и так далее вот тогда мы можем поднастроить вот эти все капсулы то есть выбрать наш например leg у нас добавился character join capsule collider в данном случае мы можем например уменьшить радиус вот этой штуки чтобы она была более естественно по ноге вот ну и так далее настроить так каждую также хотел вам показать есть например в asset story я еще не пользовался этой штукой но почему бы нет рэгдолл или фаст рэгдолл это так или create рэгдолл не помню как называется если вам нужно часто создавать рэгдолл а рэгдолл халпер вот то эта штука может вам помочь вот там накидывается скрипт и он сам ищет эти кости и создает рэгдолл я думаю это быстрее чем просто самому создавать но смотря что вам нужно окей что можно делать еще с рэгдоллом можно поместить какой-то скрипт которым можно будет управлять рэгдоллом можно сделать активный рэгдолл когда вы запрещаете например блокируете оси и управляете этим рэгдоллом то есть он не может упасть и двигается очень смешно скажем так то есть сейчас это очень популярно вот можно подменять естественного персонажа на персонаж рэгдолла во время того как его убили например либо можно просто как-то делать его рэгдоллом вот то есть он был нормальным в жизни закончились вы нажимаете а компонент майк рэгдолл например и она его делает рэгдоллом а вот но пока что мы не будем это делать поэтому вот я думаю это видео было полезным всем пока